А вы его потомок? Нет, поклонник просто. Поклонник? А за что вы ему поклоняетесь? А вы откуда, из какого города? Из какого города? Да. А вы Россию всю знаете? Ну, наверное, лучше вас знаем. Почему я случаю меня? Ну, сейчас проверим. На каком? Назовите свой город. Невиномы. Чего его называть? Ну, все, понятно. Можем постреливаться по географии России. И называйте мне какой-нибудь город, район, и я вам называю область. А можно полюбопытствовать, откуда вы сами родом и где вы сейчас находитесь? Я из Харькова. Вот давайте посоревнуемся. Можете, можем вообще по бывшему эссо... А мы советские граждане знаем. Все города Советского Союза. Вот называйте город, а я буду называть область, а потом наоборот. Посоревнуемся в географии. Да? Ну, я вижу, что вы грамотный человек. Ну, хорошо. Вы мне скажите другое. А за что вы уважаете Николая Второго? Это Александр... Я Николая Второго не уважаю. Я уважаю Александра. А, ну, расскажите про него. За что он... За то, что он поставил Россию на капиталистические рельсы. Как канал называется? Сразу не вспомнил просто. Я... Нет, это... Не блогер, да? У вас Дэн Клуб, да? Да, у меня Дэн Клуб. Нет, я не блогер. Я с вами тогда говорю, что... Ну, да. Значит, часто у блогеров светитесь, такое впечатление, что у блогеров. Часто вот... Ясно. А, ну, флаг-то ваш запоминающийся. Часто попадается у блогеров. Ну, это... Это не я тому виной. Это те люди, которые ищут, и кто всегда находит. Ну, я понял, да. Ко мне есть какие-нибудь вопросы, раз узнали? Может, подписчик даже мой, нет? Нет, еще нет. Тут не открывал, не подписался. У меня тут целый список вас вот. Всяких. А откуда узнали, что Дэн Клуб? Мы с вами общались. А, да-да-да, общались, общались. Помню, помню. Я вам рекомендовал, вы так и не... Ну, зайдите. Подпишитесь. Ну, зайду, 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 посмотрю. Если интересно, вот обязательно подпишусь. Если не когда смотрите, и не смотрите, при случае посмотрите. Да, я посмотрю, но просто руки не дожили до вас еще. Я понял, понял, ладно. Не дотянулись наши руки до вас еще. Ладно. Будем ждать. Я уже вот так буду держать. А вы с наручниками приходите. Ну, или так, или так, да. Так это другие пускай делают. Хорошо, жду вас, жду вас на канале. Всех благ. Недолго музыка играла. Недолго, пока я танцевал. Город Краснодар. Понял. На какие темы беседуете? Может, вопросы интересные есть? Да так, справа. Просто общаются, зажили-были. Люди в основном адекватные, собираются без конфликтов. Ну да, я в курсе. Есть интересные вопросы ко мне. А вы откуда? Вы с Канады? Да, с Канады. Давно уехали? 17 лет назад. А, давненько. Что, как там вообще жизнь? Да нормально. Не жалуемся. А климат как? Да такой же, как у вас. Ну, чуть посевернее. Как в Симферополе, скажем так. А вы откуда переехали? Из Харькова. Ну, по сути, климат, грубо говоря, не поменялся, да, сильно? Да, да, климат такой же. Я понял. Как вообще в Канаде на всю ситуацию смотрят? Ну так, в обществе просто. Вот что касается Украины с Россией. Кто, в принципе, нейтив, им все равно. Они, может, и не знают, что такое Украина. А кто там, а кто выходец там из Восточной Европы, из России, из Украины, по-разному смотрит. В том числе... Я понял. В том числе и из одной страны выходцы могут по-разному смотреть. Я понял. А кто, по-вашему, виноват в этом конфликте, изначально, самый первый? В любом конфликте всегда виноваты оба. Нет, не из стороны конфликта, а третья сторона виновата. Но изначально, самая первая. А, вы имеете в виду, кто кашу заварил? Да, из-за кого каша заварилась? Они, может, не хотели заваривать, но из-за них заварилась. Ох, не знаю, это же так, знаете. Ну, тут сложно сказать, почему, потому что... Я думаю, что без этих, без звездно-полосатых ушей не обошлось. Ну, это понятно. Я же вам подчеркнул, самый первый, хронологический, изначально, это Ленин и Троцкий. А, это за ней. Которые в 1918 году засунули исконно русские территории в Украину. Такие, как Донбасс и Харьков. Вот это я с вами соглашусь. В этом, если так глубже копать, то да. Ну, я же вам два раза подчеркнул, изначально, самый первый. Потом, потом виноват Сталин, да. Потом виноват Сталин, что запихнул эту Галицию, вообще не нужно. Нет, он забрал, допустим, Галицию, но он должен был делать из нее отдельную республику. Ну, по идее, да, желательно. Да, согласен. Потому что у них разная вера, как-никак. Да, это как с Прибалтикой. То есть, когда Прибалтика вышла, ну и вышла, как бы, и нормально. Да. Ну, я вижу человека... Думайте, вообще, чем все кончится. Ну, я боюсь, чтобы не кончилось мирным договором с оставлением границ на разграничении. Вот как сейчас. Я тоже, я тоже не хочу, я не хотел бы. Надо Харьков освободить. Ну, и в прямой коридор на Крым, через Харьков, Запорожье. Ну, в принципе, и Днепропетровск, и Запорожье. Ну, Днепропетровск, надо Днепропетровск и Киев хорошо разделить. На левобережный город Екатеринославль и правобережный место Днепро. Ну, красиво, на берегу речки. Ну, я понимаю, что это сложно, и это, ну... Ну, сложно во всех смыслах. И там общество веселое. Я сам тоже с Украины, я с Донецкой области. Ну, понятно. Вот, и смотрю на это все. Ну, до конца, я знаю, изначально много ошибок допустили. Тут, дай бог, чтобы Харьков освободили, какое там до конца. Ну, да. А там, ну, посмотрим, как там. Ну, кажется, человек полагает, да, бог располагает. Как там оно будет, поживем, увидим. Да, благодарю вас, благодарю за информацию. Если что, я обязательно подпишусь на вас. Счастливо, всего хорошего. До свидания. Поступает решительный момент. Повестки-то всех на руках. Ну, что ж, проанализируем обстановку. У вас кленовый листочек смотрели сит. Ну, да. А вы из какого города? Я из Костромы. Откуда? Еще раз. Кострома. А, Кострома. Понял. На какие темы беседуете? Может, у вас вопросы интересные есть? Вопросы? Не знаю. Как же я о книгах успела побеседовать? Я спецоперация успела побеседовать. Это с кем вы беседовали с этим секретом? А, вот, до вас встречала у человека. Спросил меня, как я ко всему этому отношусь. Сказала. Ну, и как вы относитесь? Чайно шло? Да. Печально шло, что происходит, что братские народы. Печально, печально. Это все нужно было делать в 14-м году. Тогда, поэтому, не было так печально. Да. Да. Даже раньше, в 13-м. Ну, или в 13-м. А еще лучше в 5-м году. Когда был Кушнарев. Надо было Кушнарева поддерживать. Да. Да. Соображаете. Соображаете. Если хотите... Что сделаем? Хорошо. Спасибо. Всех благ вам. Успехов. Спасибо. В Смольне звонили, когда телефонистки были. Не, не боком. Я прямо с тобой разговариваю. Ты что? Ну, ясно. Вы откуда? Где живете? Ну, камера чуть слева. Да. Что чуть слева? Где вы живете? Вы можете ответить? Я живу в Америке. Вот Москва написано. У меня написано, что якобы вы в Украине живете. Ну, ладно. О чем беседуете? Может, вопросы интересные есть? Ну, у вас Москва стоит, а у меня Вашингтон. Ну, я вас понял. Вопросы есть какие-нибудь интересные? На какие темы вы беседуете? На разные где. Тихо. Я сейчас с Владимиром. Владимиром. Он говорит с Владимиром. Я с ним говорю. Ну, рад за Владимира, что вы с ним говорили. Ко мне. Есть вопросы? Он с Владимиром, ты с Канады. Не путай. Я понял. Недолго музыка играла. Недолго, пока я танцевал. Московские синки в Крым. Их продавали. Нет. У меня, ну, у меня с 14-го года была эта самая МТСовская. А потом я номер поменял на наш местный «Волна». И дешевый, интернет дешевый, безлимитный. Так, 450 рублей платишь в месяц и все. Ну, понятно. Ну, нормально, да. Нормально. Неплохо. Да не, неплохо. На какие темы беседуете в рулетке? Может, вопросы интересные есть? Да, честно говоря, мне все равно. Как все равно? В рулетку заходите, что-то вас интересует, что-то не интересует. Ну, мне осталось до 7 часов, да я домой пойду. Ночь отработаю, все хорошо. Ну, ладно. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Ливская область где была? В Австров-Венгрии. В Австров-Венгрии. Опа, так это не Дуна еще? Ну еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. А вы не знаете, есть какого? 60 километров от кордона с Польщей. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумска? Сумска область между Польщей? Вы смеете себя? Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгорода. Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра... Совместный старин. Так, а в русской группе... Мы сделаем украинским, мы будем начнём. Мы даясь! Да, да. Украина, которая... ...вотово создано. Мы покоричьем. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. В нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знамёдами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная! Давай на смертный бой! Ты машинской силой днёмною! Не оранжевая зимой! Но ты мне улица родная! И мне погоду дорога! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok